Всем привет! С вами Лисовский и мистер Ксон. Мы здесь, чтобы задать важные вопросы или ответить на них? Или ответить на них? Кто мы? Для чего мы здесь? Где мы? Для чего это все? И спеть пару классных треков, которые только нам кажутся классными. Еще и моим родителям. Твои говорят не очень, но у нас есть уже. Мои родители не очень, но да. Воспитание. Проблема воспитания. Но мы решим проблему. Я написал альбом, выпустил его, но на тот момент еще не понимал, как это должно популяризироваться. Поэтому сейчас с новыми силами, с новой командой выпускаем уже синглы, бенгеры. Мне 24 года. Я помимо того, что в музыке уже 6 лет или 7 лет, всегда путаю. Так я еще и диктором работал. Поэтому у меня есть целая база возможностей голосовых. Так что, кого нужно научить читать рэп, либо говорить как бог, то обращайтесь к Лисовскому, потому что он тоже хорош в этом плане. Спасибо, Александр. Я выдержал небольшую драматическую паузу, чтобы поставить точку. Всем еще раз привет. Я Лисовский. Я с детства в музыке, полный самоучка, мультиинструменталист, обладатель, по моему мнению, очень хорошего музыкального слуха. Учитывая, что я не знаю ни нотной грамоты, ничего, я все подбираю на слух. Саунд-продюсер, гострайтер с недавних пор, уже как два года, работал и с крупными представителями музыкальной сферы. Ну и с тиктокерами. Обожаю. Блин, ну ты что-то хвастаться начал. Давай я тоже. Ну-ка, скажи, Александр. 23. Еще нужно что-то добавить? Это причем зимой. А насчет треков? Точно. Обладатель суммарной аудитории практически в миллион. Гострайтер многих блогеров. Также делаю озвучки для федеральных каналов и... Да я сальто назад могу, чтоб ты знал. Тройное сделать. Сядь. Ладно. Помимо этого, не вижу свою жизнь без спорта. Потому что артист, он должен быть примером для молодежи. Мы должны культивировать ценности и вести за собой гвардию тиктокеров. Опасно. В наши времена очень опасно водить за собой какие-то гвардии куда-то. Нам это не нужно. Мы за музыку, мы за творчество, за развитие. Мы за развитие. Вы же понимаете, что такое... Нельзя говорить. Конечно. И задача артиста сохранить имидж, что ты... Есть композитор, которого указывают, есть гострайтер, который призрачный, потому что в контракте прописывается, что они сами все, они крутые, там какая-нибудь условно... Каждому по факту может... Ладно, я не буду. Я... Отстаньте. Я не страшно. Это потом... Это условный пример. Это очень условный пример. Это очень условный пример. Знаете, что песни, которые вы слышите часто, пока едете в машине, либо включаете радио, это можно совмещать, либо чарты. Частенько теневые ребята, такие как мы, можем помогать композициям становиться такими, какими вы их слышите. Вообще, так можно про все, что угодно сказать. Вот президента, вы знаете, нашей страны, мы помогали ему объективно, просто он у нас в договоре, мы не можем об этом рассказывать, поэтому я не могу рассказать полностью. Ладно, это интервью идет куда-то в интересном направлении. Давайте продолжать. Блин, ну, у меня все-таки больше всего было рэпа. То есть, у меня братья мои приходили ко мне домой на дисках сидишных, тогда ставили музло, и я видел в своих примерах, мои братья для меня были как ориентир знаний, они архивариусы, и их грув, как им нравилась музыка, они реально чувствовали этот формат. Я пропитался рыбчиной, и у меня практически она заполнила во всем своем воплощении всю мою жизнь. Но к годам 17-18 я начал слушать еще и академические песни, хворостовский, потом и кантри, какой-нибудь Джош Тернер, У них еще тембры похожи на мои. Я все время пытался найти, кто же может звучать как я, потому что их реально очень мало. Пытался на кого-то еще не то что ориентироваться, а как минимум перенимать опыт, и таких ребят действительно мало. И, пожалуйста, если есть слушатели, которые меня знают, поскидывайте мне в директ в сообщении дикпики. Дикпики, да. И еще треки, которые поются вот такими же басами, как и я, желательно современной музыке, я буду очень благодарен. И обогащать свой музыкальный вкус можно бесконечно, и я этим и занимаюсь. Не, сильно, сильно сказал. Прямо даже не хочется ничего добавить, на самом деле. Ну, что касается меня. Я из музыкальной семьи, вот. У меня в семье так принято, что на любых застольях, на любых мероприятиях мы всегда пели русские народные песни, отец у меня армянин, бывало и эти песни тоже пели. Вот. Изначально вообще любовь к музыке с детства появилась. Я лет в восемь начал, мама мне показала, как играть на клавишах. Вот. Я до сих пор не знаю сольфеджио абсолютно, но тем не менее играю. Чуть-чуть постарше, лет с 12 я начал слушать рок, тяжелый рок, ACDC и так далее. Это было слишком попсово для меня, я потом начал. Первый альбом Bring Me The Horizon слушал, слушал какой-то пост-хардкор, Asking Alexandria и так далее. После этого, ну, все это вкупе было с заграничной музыкой, то есть я лет до 18-19 слушал только заграничную музыку, русскую музыку почти не признавал. Вот. Ввиду того, что мне казалось… Пока со мной не познакомился. Да. Хорошо, что ты не связан с музыкой до сих пор. Рэп – это игрушка дьявола, это не музыка. Вот. Я считаю, это от лукавого. Этим вы занимаетесь? Нет. Зачем? Я? Тебе половину 50 рэпчиков. Ты хочешь узнать, что я сегодня делаю вечером? Да. Он все равно пытается гнать на рэперов. Если смотрят рэперы, ребята, которые с пушками, нам быстрее нужно с ним поговорить. С пушками? Я скажу, где он живет, напишите мне. Это пушки, которые денежные, вот эти вот, игрушечные. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ты просто утонешь в бабках, но тем не менее ты не будешь гнать. Я не против рэперов. Я против бесталанщины. Я против пластмассы. Вот. В общем, что-то мы заговорились. После всего этого я пересмотрел свои взгляды, будучи постарше, да, перебравшись в Москву, попробовав продвигать более сложные работы какие-то, поговорив с лейблами, с многими продюсерами разными, пришел к тому, что надо стараться быть проще и понятнее для людей. Вот. В дальнейшем, конечно, может быть, будут какие-то вбросы, да, более сложного характера, но пока что мы будем заходить с крутой музыки, но понятной для людей. Мы недавно как раз обсуждали с моим товарищем, кто занимает сейчас лидирующие позиции. И для нас важно, чтобы артист, который вещает, его бэкграунд был весомым, чтобы человека, который готов нам показать творчество, это была личность, а не просто извлекающий сосуд. Но таких, к сожалению, мало. Мы сами в поисках творческих людей, пытаемся их везде мониторить. Если они появляются, мы им высказываем свой респект. И мы все ждем, когда будут появляться реально творческие, талантливые люди на платформах и высоко в рейтингах. Потому что нам попадаются композиции, из которых мы вау, почему это не слушают, почему частенько мы можем встретить совсем бездарные работы. Но это не значит, что весь топ как раз и заполонили такие ребята. Нет. Есть чуваки музыкальные, которые достойны своего места. И про них мы можем поговорить. Я о своем задумался. Ну, хорошая мысль. Да, мы на самом деле часто об этом размышляем. Просто сейчас, в современное время, мне кажется, понятие творчества, музыки, коммерции плохо разделяется. То есть есть люди, которые не такие, как все, которые слушают топ-чарты и говорят, что это за музыка, это отстой. И человек не совсем до конца понимает, для чего эта музыка. То есть у каждой музыки есть какое-то более-менее направление на определенного слушателя и определенную цель она в себе несет. То есть когда мы сейчас уже опыт какой-то имеем, мы можем спокойно определить. Вот это написано плюс-минус по формуле. То есть она недлинная композиция, она с заедающим хуком и так далее. Там много всяких плюшек есть. И это работает на самом деле. То есть эти композиции приносят реальный доход. По отношению к крутым чувакам, действительно, мне вот нравится, например, «Золото». Есть такой исполнитель, очень крутой, очень талантливый. Мне нравится Антон Беляев из «Русских». Но он тоже не особо на слуху у молодежи. То есть «Золото», дай бог, сейчас по чуть-чуть набирает обороты. Я надеюсь, что он развьется. Просто это колоссальное отличие уровня съемок, уровня музыкальности в его композициях от тех же самых топ-чартов, которые сейчас у нас. Если брать даже какой-то всем уже известный пример «Нелета». Чувак, который достаточно творческий, харизматичный. В принципе, он артист. Если мы посмотрим его работы, с которыми он заходил на рынок, нет. Это «Нелета» его песни, и мы ее, вы ее не слышали. Зато все слышали «Любинку». Так и работает. Артист вынужденно идет в коммерцию, потому что так он может быть услышанным, и именно по формуле можно добиться большого охвата. Но когда ты уже дошел до тех же чартов, тогда уже можно как раз-таки показывать, на что ты способен. Я думаю, это задача всех артистов, которые так часто любят говорить о том, что топ — это херня. Выйдите через коммерцию, если вы настолько талантливы, и показывайте уже миру, что такое реальная музыка. Ну да, надо быть сильным, чтобы переступить через какие-то свои убеждения. Это не значит проломиться или проломаться. У тебя, если есть цель, ты должен ее достигнуть. Как ее достигнуть? Вот, пожалуйста, пример. Заходите в топы, делайте то, что кушают люди, и постепенно прикармливайте. Ложитесь под продюсеров. Да, ложитесь под продюсеров. Это абсолютно вообще очень хорошая практика, на самом деле. Спина чувствует себя не болит вообще. Делает упражнение. Да, вот такое упражнение два раза в день делаешь — спина болеть не будет. Кроме того, чтобы задницу продавать, остальное… Не делайте. Обстанная лексика. Реальное значение слов на материю доказано еще было в девятнадцатом веке. Дело в том, что… Пару слов туда-сюда сделай. Че? Про че про лексику? Дело в том, что энергетические, матные слова, не цензурная брань, влияют на генетический даже фон. Растение, которое ты будешь материть, оно начнет увядать. Это что за чайником надо быть, чтобы… Клевер видишь, да? Это ты клевер и начинаешь материть его. Естественно. Если ты его поливаешь, а он высасывает всю воду, тебе это нравится? Ты мне тут это зубы не заговариваешь. В действительности, да. Слова играют роль, как я убежден, и на энергетику, и на настроение, и на все на свете. Поэтому мы материмся, невзирая на эти правила, потому что там… Получи вселенная! Но тут еще такое дело, мы, как разумные люди, понимаем и видим грань с кем… Как разумные люди… Видим, с кем можно как разговаривать. То есть мы чекаем примерно человека и понимаем, что с этим чуваком можно, допустим, как-то. Ну и то, обычно при первых встречах, да, мы не позволяем себе прям ярко что-то такое выдавать. Ну, естественно. Ну, это разумно. Я вообще, например, из семьи, где был запрещен не то чтобы мат… Сын. А сын… Ты сбил меня на машине. Я помню, так мы и познакомились. Помнишь, да? Это была романтическая история. Были запрещены любые проявления агрессии, в том числе ругательства. Даже я не мог своей сестре сказать, что она дура. Хотя это не так. Я люблю свою сестру и свою семью. Так зачем ты хотел это сказать? А? Зачем ты хотел это сказать, если это не так? Потому что я сейчас вру. Я на интервью. Я ненавижу ее. Ты этого хотел сказать? Нет, нет, нет. Я ненавижу их всех. Шутка. Только сестру. Шутка. Сатоши. У меня же, напротив, отец… Да, мне показалось, ты подвел. Не, я… Ты показалось… Не, я могу, если… Все, хорошо. Я напротив, все. Угу. Но не против. Нет. Хорошо. Против? Пройти. Отец меня, наоборот, любил. Он сам сдержанный, но когда эмоциональный фон поднимался, он применял, казалось бы, одно слово, но столько склонений. Я думаю, вау, литература. Склонений кого? Ну, меня он не склонял к мату. Молодец. Хотя… Он не понимал, что он это делает неосознанно, потому что я тогда понял, что он может быть вкусным, мат, и он может быть смешным, ситуативно. В принципе, мы все знаем, что в русском языке это, к сожалению, не к счастью, стало каким-то достоянием. Это очень богатый и обширный способ выразить какие-то… передать окраску, да? Один и тот же мат. Вот не совру, чтобы… если бы сейчас Джигурда стоял вот за кулисами, вы бы… он бы свое стихотворение прочитал известное. Ну, восторги были. Восторг, конечно, у вас такой человек. Ну, калейдоскоп эмоций, который можно испытать и воспроизвести одним бранным словом, это же уникально. В языках других ты не встречаешь подобного, поэтому мы любим мат, но от девушек на… Почему-то вот у меня такое, не знаю, может быть, это не совсем правильно, но, тем не менее, оно должно быть очень редко. Ситуативно, если девушка может сказать матное слово, то тогда круто. Слушай, наверное, это даже не зависит, настолько от девушки или нет, просто насколько это бывает уместно. То есть, если ты сидишь с каким-то даже парнем, да, в кафе… Даже наш мат. …вы любите друг друга, и он красив, ты тоже… Ну, не было… Простите… Ты давай без личных своих историй. Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Это наше стабильство. И он постоянно матерится просто через слово, вот так вот. Это не остроумно, это не уместно, это… это бред. Ну, типа, если девушка делает то же самое, то… Нет, есть девчонки, которые могут так кольнуть, ну, слегка. Конечно, мы, как люди, наверное, более консервативных в плане отношений, взглядов, я думаю, мы не очень относимся, когда женщина матерится. Мои отношения, кстати… Особенно моя мама. Два года я встречался с девушкой, и мы на берегу определили, что мы не будем материться друг с другом. Просто такие, нам круто будет, мне кажется, не использовать эти слова. Вот мы встречались два года, я не знаю, с этим ли связана эта гармония, которая у нас была, либо нет. Но это было интересно, и ты чувствовал, что у тебя лексикон становился богаче, и ты выражал по-другому свои мысли, свои чувства. Поэтому мат – это не какое-то фундаментальное в человеке для того, чтобы выражаться. Если его нет, то, в принципе, есть какие-то другие способы, так что мы не будем уже пропагандировать, что материтесь… Да не важно, слова… Слова и даже какие-то чувства, можно… Если не будет мат, то ты заменишь их на другие допустимые. Ну, просто не так эффектно будет. Вот, всё. Возможно. Главное испытание артиста, певца на пути к известности. Наверное, собрать команду рядом, может быть, людей, которые близки тебе. Да нет, команда. У нас 80% – это чуваки, которых выцепили уже какие-то готовые команды, никто их не собирал. Ну, типа, плюс-минус. Найти команду. Ты их не ищешь. В основном тебя находят. Ну, либо ты, допустим, отправляешь просто какой-то демп в тебя. У них же есть такая задача. Найти? Да. Я думаю, не у такого большого процента. А наоборот, те, кто ищет, очень тяжело находят. Нет, есть чуваки индивидуальные, которые просто прорываются. Я, наверное, сказал свои мысли. Мне всегда хотелось, чтобы у меня был крутой звукорежиссер, который может сработать с моим тембром, потому что он очень конфликтный. Я часто об этом говорю, жалуюсь, что… Это звукорежиссер? Да. Подраться любит? Подраться? Конфликтный? Конфликтный. Или звукорежиссер? Конфликтный мой голос любит подраться. Особенно с людьми, кто перебивает. Ну, тебе можно. Ну, я не допущу никого. Я слежу тут за ребят. И сложно с ним работать. Низкие частоты голоса конфликтуют с низкими частотами в аранжировках, поэтому мне… Я так искал чувака, который решит эту проблему. Поэтому, наверное, я сугубо… Мой личный опыт… Мне нужна была команда. А если мы говорим в широком смысле, что… Какие проблемы? Наверное, понимание, в принципе… Нужно быть пластичным. Понимание этой индустрии в целом, что необходимо для того, чтобы ты был услышанным. И вот это осознание, оно может не приходить долгое время. Ты не понимаешь эту формулу, потому что привык или хочешь делать что-то другое. Как только ты осознаешь, что все прозаично, что, в принципе, этот бизнес понятен, то остается себя как раз-таки переступить. И это уже… Лисовского мнения, которое сопадает с моим, быть пластичным. Эластичным в плане изменить себя, когда ты уже владеешь инфой, делаешь бенгеры, ты топчик. Живешь деньги. У меня был очень болезненный этот процесс, потому что я всегда топил… То есть я приехал в Москву… Да, я топил котят. Вот. Ну, когда было грустно, когда было весело… Щенят. Я переехал, и я говорил, что никакого автотюна, никаких синтетических инструментов, только живяга. Я и так очень хорошо пою, мне не нужно ничего. И вот я записал несколько композиций, которые когда-нибудь, возможно, выложу. И поносил их просто по лейблам, по людям, которые этим занимаются. Слишком сложно. Я долго очень страдал от этого, то, что я не могу самовыражаться так, как я бы хотел, так бы, как я мог. Вот. И начал писать песни для других. И в моментах, когда я писал для других, сначала я такой, ну, я это исполнять точно не смогу, а вот кто-то сможет, я ему и напишу. Вот. Потом писал, 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 и так много коммерции нас стал писать, что просто научился как-то комбинировать, что ли, себя, интегрировать какую-то часть себя и то, что мне нужно создать. Вот. Треки, которые у нас выходят, они в любом случае, там есть большая часть себя. Я говорю именно про то, как это в финале выглядит. То есть, я бы не сказал, что это какие-то сложные композиции. У Сани более танцевальные. У меня, не знаю, как это назвать, наверное, кальянный рэп, ближе к этому, вот, с какими-то дольками такими. Мне очень забавно слышать, как он сам свое творчество называет кальянным рэпом, потому что это очень творческий, творческий чувак, который был, чуть ли не с плакатами стоял, где он протестовал против кальянного рэпа, теперь ему вынуждено приходится это делать. Это как раз живой пример человека, который переступает через себя, но зато вы услышите его в топ-чартах, я гарантирую. Я тоже гарантирую, что вы услышите меня в топ-чартах. Мы сидим только в лайке, там иногда анимированные зверушки танцуют, я их обожаю, особенно тлопи. Чего? Чего ты обманываешь, ты мне и показал. В действительности, мы... Сложно осознать, что мы уже взрослеем, что мы уже относимся к поколению постарше, которое больше ценит YouTube. И мы проводим больше времени в YouTube, но это не социальная сеть. Я снимаю ТикТоки, веду Инстаграм, у меня суммарная аудитория... И вообще, я молодой! Йоу! Пацаны! Какие тут кроши сидят! Ставь подписку, смотри лайк, пиши колокольчик. Забавно, я тоже хотел сказать, только по-другому победить. Ой, потрахаемся. Везде мы, во всех соцсетях артист вынужденно или не вынужденно должен заполонять собой... Медиапространство. Конечно. И у кого-то это получается легче делать. То есть мне это вторит, и я могу, в принципе, добавлять каких-то инфантильных вещей. А я не люблю это. Я вообще не шумные мероприятия не люблю. Я никогда не ходил по клубам. Вот эти светские тусовки тоже я, как бы, небольшой фанат. Но если надо, я хожу. Соответственно, в соцсети тоже самая история. ТикТок не скажу, что это мой формат. Потому что то, что я бы хотел делать, оно, опять же, не кушается. Потому что тяжеловато воспринять это. Вот. Но я стараюсь, я пытаюсь. Подписывайтесь на меня, пожалуйста, в ТикТоке. Йоу. Это ТикТок. ТикТок, да. ТикТок любит форматы очень простые. Без монтажа, без выстроенного нормального кадра. Ну, в основном, в основном, конечно. Почему бы не разложить на квинту и терцию, используя 19 голосов? И сегодня мы рассмотрим 18 слоев земли. И, типа, начинаешь. Да нет, нет, нет. Просто любят живягу, когда ты поешь прямо в телефон. Мне нравится записывать в микрофон. То есть у меня на один ТикТок по времени уходило времени в среднем 4-5 часов. То есть это, да, это записать, какую-то песню написать, свести это все более-менее нормально. Потом пойти переодеться, помыться, умыться, прийти выстроить кадры, выставить свет, поставить телефон, все это снять, загрузить на комп, на компе смонтировать, с компа перекинуть на телефон, в телефоне загрузить, подписать текст в ТикТоке. И в итоге, когда я это все слышал, я ему дал единственную подсказку, мол, попробуй купаться с утра. Тогда, может быть, минут 10 ты сократишь из этого большого списка. Но это в любом случае не влияло на тайминг, моя помощь, как всегда, не нашла отклика. Ну, мне не нравится мыться с утра. Правда? Тем более один раз в неделю. Это да. Твои советы? Это что? Так, с дегтярным мылом, я же говорил. А-а-а. С дегтярным, я тебе серьезно, неделю ты сияешь. Вот я сейчас сколько уже? Сияй! Шестой день пошел, ты что-нибудь чуешь? Рэпом пахнет, брат. Это отсюда. Топом чартов пахнет. Вот увидите. Я в нем буду. Я знаю одного тиктокера. Все, говори, я все сказал. Я знаю. Ну, вот. Саня Аксон, тиктокер. Знакомьтесь. Блогер, рэпер, диктор. Филантроп. Филантроп. Ну, давай назовем топчиков, если вдруг мы будем услышаны. Give my Oscar. Ой, шикарный человек. Человек-человечище просто. Мы все пытаемся с ним встретиться. Это талант. Ну, хотя бы вы встретитесь с его творчеством и поймете, как нужно снимать скетчи, как нужно креативить. И опять же, в тиктоке у него ничего не заходит. Потому что… Удивительно. Потому что это слишком хорошо. Извините, люди, которые могут считать меня высокомерными или нас высокомерными. Но честно, это просто слишком хорошо для тиктока. Только мое сугубо мнение. Есть ребята, которые делают круто и у них заходят. То есть, хорошо спел, интересно… Ну, какой-нибудь Ничаев там. Ну, который голоса проделает. У него крутой формат. Он круто делает. Крутой монтаж. Крутой свет. Юмор. Из XO ребята снимают, именно картинка у них очень сочная. Реально очень крутая. Да. Мы любим качество, если оно проявляется в дизайне картинки. Можно так сформулировать? Да. То мы респектуем. Мы их визуально помним, но рисовать нам не дают. Точнее, если дают, то вряд ли… Поэтому, наверное, именам они назовем. Тех, кого помним хорошо назвали. Я фанат хейтеров. Мне кажется, это самое вкусное, что можно попадаться на нашем пути. Так как мы могли заметить, мы перенасыщены иронией. Переисполнены. Рофлом иронией. Для нас это в удовольствие. И, к моему большому сожалению, у меня не так много хейтеров. А когда они были, я подключал их в прямой эфир в Инстаграме. То есть, у меня там смотрит аудитория. Человек 500. И я говорю, где мои хейтеры, уважаемые друзья? Подключайтесь. И вот они подключаются. И я начинаю издеваться над ними. Но по-доброму. Говорю, привет. Что хочешь мне сказать неприятного? Я хочу самое ужасное оскорбление, которое тебе придет в голову. Попытайся напрячь все свои фибры, все свои нейронные сети и выдать. Это твой звездный час. Сейчас выдаешь лучшее на все, что ты способен. Он, ты пи***р. И мы такие, снова хейтер слабенький. Ну, ничего страшного. Вряд ли это твой первый позор в жизни. По твоему лицу заметно, что ты давно в этом деле следующий. И то есть это, это удовольствие. Потому что, по сути, вряд ли это ребята с интеллектом. Есть критики, которые могут раскритиковать, сказать, что ему не нравится. Такие чуваки достойны респекта. Потому что они нам помогают находить в себе изъяны. Но есть гораздо больше людей, которые думают, что они критики. Это вообще гениальные люди. Это я их называю хейтеры. Они объясняют все настолько в своей голове грамотно. И ты, когда читаешь, просто орешь с этого типа. Блин, даже пример не могу никакой. Давай я приведу. С тобой, допустим, связанный. Он на шоу, в котором мне любят кититься, кичиться. Кичиться? Шоу «Все вместе». «Нок и все вместе». «Нок и все вместе». Он на нем победил, выиграл миллион. Забавная история, кстати. Будем рассказывать, нет? Давай я быстро расскажу. Чувак звонит мне, говорит, можно я у тебя поживу? Это было еще в восемнадцатом, семнадцатом году. Я в шоу хочу принять участие. Лямчик выиграть, типа. Я говорю, ну, приезжай. Мы с ним особо еще тогда не знакомы были. Ну, общались. Это был такой переходный период, когда мы превратились уже из знакомых в пару. В пару, да. И он у нас ночует первый день. Он такой, о, я в четверть финаля. О, в следующий день я в полуфинале. Завтра у меня в финал. Можно я еще поживу? Я такой, да. И потом он приносит такой чек на миллион. Мы такие, о, классно. И то есть вообще без эмоций, как должно это произошло. Было забавно. И вот пока он там выступал, он пел вживую, естественно. И потом в пабликах публикуют его выступление, где он поет песню. Вот я пытаюсь... Это Sex Bumps? Да, да, да. И в комментариях пишет... Фонограмма, фанера или что? Это фонограмма, сто процентов. Я преподаватель по музыке. Это тысяча процентов. Его вступает девушка. Она говорит, нет, это не так. Это мой парень. И этого не было. Я вам говорю, как... Она говорит, нет. Я со слухом музыкально... Да, если вы не разбираетесь, девушка, не лезьте. Я, как бы, 200 тысяч лет в этой профессии. Я чувствую тембральные изменения, прикасаясь ухом к земле. Я слышу, как вы дышите. Включаюсь я. Я говорю, здравствуйте. Похоже, вам нужно пересмотреть немножко свои навыки, потому что вы в каждом своем комментарии ошибаетесь. Абсолютно все, что вы пишете, это бред. И такого не было. Она мне говорит, ты не прав. Мы говорим, мы чуть ли не присутствовали рядом на сцене. То есть мы... Я говорю, я сейчас дома у него сижу. И этот человек прекрасно понимаю истину. И вот она продолжает писать огромные сообщения. То есть таких людей не переубедить. И они нам дают какие-то эмоции. Ну надоедает быстро. Один-два раза ответил. Ответил. И забываешь этого человека. Если накал не растет, то как бы уже скучно. Скучно, когда оно одно и то же. Типа, нет ты, нет ты. Интересно, когда они пытаются новые какие-то формулы ответов придумывать, и когда это глобализируется, утрируется, тогда это смешно. Если хейтеры быстро дохнут, то они теряют интерес. Мы теряем интерес к ним. Дорогие друзья, хочу разъяснить. Это не значит, что нам надо разбить лица при встрече. Вот, может быть это кого-то побудит. Типа, а хейта вам не хватает. Ну вот сейчас вам бейсбольный бит. Нет, Саньке он любит подраться. Он такой. Не, ну хейт это вряд ли что-то физическое. Хейт это ненависть в принципе. Меня осадили, дорогие друзья. Я все, что говорил, забудьте, пожалуйста. Но все равно не бейте меня. Потому что я это, трус. Камин аут. Молодец. Мы можем написать друг другу какие-то, опять же, основанные на юморе или на какой-то острой подколке вещь или там какое-то сообщение. Возможно, даже с матом. Возможно, для кого-то оно было бы очень обидно. Но мы понимаем, что мы не хотим друг друга обидеть. То есть мы выбираем, кому это можно написать, кому нет. Но так, чтобы прям я с целью кого-то задеть или написать, что вот это бездарно, это безвкусно. Если бы я этим занимался, я бы всю жизнь на это потратил. Типа, бесполезно. В общем, мне сложно ему в комментарии писать какие-то тонкие или острые оскорбления. Потому что у него там есть защита. Его охраняет его мама, которая пишет мне сразу ответы. Типа, ты что себе позволяешь? Я вообще начинаю как бы немножко тревожиться. Потому что вы с ней переписываетесь. Давно вы переписываетесь с ней? Это она посмотрит и сразу тебе говорит. У тебя что-то из глазок, брат. Ты понимаешь, вот ты не можешь озвучить, кому ты песни пишешь? Да? Так же я не могу озвучить, какую часть из себя я ей кидаю. Ага. Поэтому не буду я тебе рассказывать. Зато я буду рассказывать, что вспоминая, кому я мог написать, помимо своих друзей, гневные комментарии, я вспомнил. Бывает, когда у тебя вот этот лимит нейтрального отношения к какому-то дерьму, он не перебивает эту планку. Но если он перебивает, когда ты уже такой, нет, этого не происходит. Бывает, попадаются мне такие байны, я не знаю, как это назвать. Потому что это никак не относится к творчеству. Во-первых, мне смешно от абсурда, что такое они в принципе... Такие, давай вот снимем. Я бегу вот так вот за твоей папкой, ты останавливаешься. А потом в слоу-мо, в слоу-мо разворот. Нет, я врезаюсь головой, он так вот падает, то есть они не троллят. И он резко встает, его обнимает другая девушка. И они вот так вот замедленно кружатся. Причем... Да. Я передал это еще, как будто бы это можно посмотреть. Нет, сам слоу-мо, там каждый кадр испорчен. Каждое действие, оно должно законом караться. То есть это невероятное дерьмо. Такое... Это разве не прекрасно? Я уверен... Ты должен объяснить, что иногда бывает настолько плохо, что прекрасно, а это просто плохо. Да, это просто плохо. Им не хватило сделать, чтобы это было настолько плохо, что прекрасно. Мне кажется, такие люди, когда мы... Как у Невского. Александр, фанат вашего творчества. Судный день. Мы выходим из тела. У нас считывается вся эта ячейка всего, что мы делали. И вот, допустим, какая-то общая вот эта субстанция, матрица считывает, на что ты способен. И вот смотрит твои вайны, и тебе прям булыжник нахрен. И ты... Причем булыжник, который не в небо смотрит, а вот его в пол где-нибудь в океане. Ты вот 700 лет вот так вот в песок смотришь. Я думаю, именно такая судьба ждет ребят, которые занимаются подобным творчеством. Попробуйте феназипам. Получается. Все. Я вместо чая его пью. Залпом, блин, с утра. Таблетки. Мы все росли в основном в то время, когда нам родители говорили, что без образования-то никуда. Тебе сулили это с детства, и ты такой, блин, наверное, нужно. Но когда ты уже в осознанном возрасте поступаешь в колледж-институт, уже тогда мы понимали, что скорее всего нам не понадобятся эти корочки. И автослесарь, блин, ты кто? Гостиничный сервис. У меня даже написано, что я как бы прачечная. Ну, в любом случае, теперь ты можешь меня радушно всегда встретить, а я могу тебя отремонтировать, потому что ты машина. Я поступаю в колледж, отец мне говорит, да учишься в колледже, нужен институт, без вышки никуда. Я смеюсь, он говорит, нет, как, что бы ты ни думал, вышка обязательно нужна. Я такой, окей. Понимая, что у меня есть какие-то творческие навыки, у меня всегда было проще в плане учебы. Я просто туда не ходил, но зато я вел мероприятия и хорошо умел сканировать информацию перед какими-то экзаменами, просто как сканер это на бумагу и забывал тут же. И я поступил потом в институт на агронома, это очень любопытный опыт. Агрессивный гном получается. Получается так. Согласен. Я вот думаю, я отучился там пять лет, что я смог понять, хотя я не о некоторых предметах. Что пять лет это долго. Да, пять лет это долго. Вот, наверное, для этого мы живем, это оценка времени. Вся учеба нужна, чтобы мы научились ценить время. Когда мы выходим в взрослую жизнь, мы такие, нет, больше я не готов тратить. Ну вот прикинь, пять лет ты потратил на изучение чего-то, а за один вечер в ютубчике ты посмотрел какой-то туториал, как приготовить яичницу, используя только нож без сковородки. И ты такой, вау, вот эта информация, извините меня, она как бы крутая. Насколько вы поняли, мы обожаем институт, колледжи и всю учебную систему. Так же, то же самое касается музыкального образования. Вообще, на самом деле, дело сугубо каждого. Типа, каждый пляшет, как он хочет. Ребята, если вам хочется, если вам нравится... Нет, прошу прощения. Нет. Уважаемый, нет, прости. Ладно. Как легко тебя убедить. Нет, не легко. Иногда сложней. Согласен. Но не сейчас. Что? Или сейчас. Дело горит. Некоторые виды, некоторые специализации, они все-таки требуют институтов, да? Ну да, да. Вот я медицинский. Как можно лечить людей, когда ты не отучился? С вами творчеством. Творчеством? Конечно, брат. Так что, некоторые виды все-таки специализации, они требуют институтов. Так, если ты решил свою жизнь с творчеством связать, то зачем тебе копать, узнать, в какое время нужно зарыть картофель для того, чтобы... Ты не в этом делал. Образование может быть и музыкальным. Я говорил про то, что если... Я говорю, то же самое касается музыкального. Пришел на музыкальное, и ты такой, бац, и перебил, начал говорить вообще про другое. Ну, ну, мы же эту тему не добили. Иначе не будет правильное представление о предыдущей теме. Нужно постепенно. Ну ты гай, ну гайка, ну выкручивается. Я как болт, мне нужная гайка. Ты знаешь, что мою маму Галя зовут? Галя? Конечно. Ты сейчас Галька сказал? Да. Так вот... Я эту песню первой скинул. Творчество не обязательно подразумевает музыкальное образование. Ну, как по мне. Потому что большинство... У меня студия, да, домашняя. Ко мне приходят записываться разные люди. Блогеры, певцы. Кто-то учился, кто-то не учился. И те, кто прошел музыкальную школу у нас в России, зачастую, очень сильно похожи. У них нет такой... Нет такой индивидуальности, что ли, фишки. Очень мало кто может взять все нужное от образования музыкального, то есть там опору дыхания и так далее, звукоизвлечения, и изменить его в угоду своей какой-то сущности, своей личности, чтобы это звучало иначе. А то они все приходят и... И вот это вот такой звук, который я не могу извлечь, извините. Ребята зажаты рамками, и это минус от базы всей, как эстрадной, академической, любой. Поэтому нужно подходить к этому, наверное, с умом. Как только ты получаешь базу, убегаешь. Убегает. И поешь песни, которые тебе просто нравятся. Это был тизер трека, кстати. Скоро. Скоро он выйдет? Нет. Наверное, скажи на своем опыте, как научиться ребятам петь, если ты... Нет, вот так вот. Ты сможешь сформулировать, если ты уже эстрадник? Возможно ли как-то стать эластичным в стиле? Это на фоне вчерашних разговоров? Ну да. Эластичным можно стать всегда. Главное, не бояться выглядеть глупо. Когда ты набираешь какой-то вес в, допустим, ты эстрадный артист или ты джазовый артист, ты знаешь, что ты в джазе хорош, и тебе кажется как-то глупо, и у тебя защитный механизм включается, и ты такой, я так не буду петь, потому что это дурацкий. А у тебя, может, это не получаться. Так вот, не надо стесняться этого, надо пробовать себя. Я, в принципе, за то, чтобы развиваться в разных музыкальных жанрах. Вот как ты, ты же рэпер, но ты, тем не менее, и поешь, правильно? Ты тренируешься дома, там, с преподавателем ходил пару раз, с чуваками, деп-деп-деп-деп-деп, с чуваками поете. Ты же не только в одном стиле, даже в рэпе стили ты постоянно, ну, разные, меняешь, практикуешь. Да, я сейчас... Это более широкую картинку дает. Я как раз на шоу принимаю участие, и одна из моих способностей, я могу на один бит, который идентично звучит на протяжении, там, двух-трех минут, я могу восемь разных стилей на него застелить. К сожалению, мне пропустили только пять в минуту, чтобы я смог уложить. За минуту пять стилей можно поменять на один бит, и это для рэперов тоже очень важно, чтобы мы могли быть эластичными. Сегодня это у нас будет слово чуть ли не основное. Так что я согласен, надо не бояться, экспериментировать, слушать тех, кто заходит, и иногда перенимать какие-то качества для того, чтобы потом их как-то интерпретировать музыке по-другому. Ну, оттуда и будет рождаться уникальных много стилей, и вы будете звучать круто. Любить так же просто, как дышать, и настолько же сложно, как выжимать сотку на тракторе по бездорожью. Не просто компромисс, не просто безумная страсть, гораздо больше, чем опора, чтобы не упасть. Пропасть ада, одиночья, графия счастья, прочерк, графия смысл, пустота и градус выше к ночи. Ни дочери, ни сына, холод из камины, мины и ветер, поглощающий морщины. Начал хорошо. Любовь, такой философский вопрос, наверное, он не тем людям задан. Мы все-таки исполнители, но мы пытаемся все время музыку наполнить этим чувством и, в принципе, замечать повсеместно это удивительное состояние. Самую сильную энергию во вселенной, как утверждает инсайдер. А кто твой инсайдер? Я создателем там на коротком поводке. Вообще, очень хорошо это сделать, понять, что это за чувство через оккультные практики, астральные какие-то выходы. Я считаю, что это, наверное, лучший способ. Ментальные свои я могу обучить. Это очень просто, доступно каждому человеку. Хорош, он сейчас начнет заряжать вам банки через телевизор. Остановите, остановите шоу. О преславной Матери Христа, Бога нашего благо... Мы треть жизни тратим на сон. Мы можем осознанно управлять этим потрясающим состоянием. А сон знана, получается? Осознанно, да. А сон знана. А сон знаешь? Так, наверное, родилось это сон. Так, давай немножко без... Мне нравится, куда мы идем. Нравится? В тартарары просто. Мы идем любить. Вообще? Я не влюбчивый. Я любящий. Я считаю, это два разных понятия. Красиво, брат, да? Красиво. Ну, неплохо, да. Могу в заметочку? Конечно, конечно. Удалить. В текста потом это. Я в отношениях уже очень давно. Мне все нравится. Надеюсь, моей половинке тоже. Я подмигнул. И не воспринимайте всерьез юмор. Такой, который мы можем тут это... Ну, давай, Сань, покажи. Сними я просто. Я не буду сейчас. Не буду сейчас. Ну, короче, юмор есть такой смешной. Заходите на сайт. Там есть юмор. Давай, Ява. Я уже подошел к тому моменту, когда я готов снова полюбить. Мне казалось всегда, что для этого нужен какой-то определенный момент. Но, как мы знаем, особенно если изучать это мое субъективное мнение, все приходит тогда, когда мы настроимся на эту вибрацию. То есть, если ты готов сейчас полюбить, то у тебя, в принципе, все обстоятельства будут подстраиваться по тому, чтобы испытать это сильное чувство. Но почему я хотел, не хотел это в ближайшие там несколько лет? Потому что сублимация — это потрясающий способ, во-первых, не переживать по этому поводу, что ты один. Я один уже пять лет, и ты можешь, как только у тебя приходит это желание быть любимым и любить, ты перенаправляешь свою энергию в трек, сублимируешь, у тебя рождается песня «Без усилий». Это вот такое, так сказать, синтетическое вдохновение, которое ты можешь сам воспроизводить. синтетическое оправдание. Вдохновение, как такого, не существует. Ты можешь просто выбирать эмоции в определенный момент, когда ты можешь их применить на треке. Но мне было бы интересно попробовать это теперь с человеком, которого я люблю, когда ты пишешь песню, она там, допустим, не знаю, трусы стирает, а что там делают эти, как их там? Можно делать. Любовь твоя, да? Домолюбовницы. Домолюбы. Домолюбы, давай, давай. Так что я готов к любви. Обнимайте меня семеро. Только все мужчины. Мармелад. Он клюет на мармелад. Сразу говорит. Дорожку ему выстилайте из мармелада. У нас не появится представление, что мы все-таки... Я пытался... Слишком много гейского юмора. Согласен? Да, я пытался. Слишком много гейского юмора недосказано в этом. Хватит он. Я думаю, это точка была. Больше никакие гейские шутки. По поводу внешности. У нас у всех есть свои загоны. У каждого человека, я думаю, есть. Причем то, что видишь ты, не видит никто другой. И это странно. Ты говоришь, ну вот же, посмотри, я тут, допустим, нос или то-то. Все такие, чувак, да все нормально. Так же у всех есть такая фигня. Но единственное, что у меня, например, в отличие от Саши, Саша... Я расскажу сам. Хорошо. Саша, он качок. То есть он атлет. У него хороший метаболизм. Жрет, что хочет. Сладкое, вареное, пареное. Бургеры, фигургеры. Вообще все, что хочешь. Ест, вообще заглатывает на ура. Это я к чему? Давай не разгоняйся. И не толстеет. Вообще у него жировая прослойка, просто как с ноготок. Чувак реально два раза отжимается, и памп у него такой бум, и он раздувается. У меня метаболизм ужасный. Ну это типа в расплату, видимо, за то, какой я замечательный и талантливый человек. И поэтому я хожу в зал каждый день, просто чтобы не давать себе жиреть. Ничего плохого к жирным никак не отношусь. Это ваше дело, если вы лентяи. И шучу, нет, никакого шейминга. В зале дофига приходится времени проводить. По поводу внешности, вот что я хотел сказать. Очень тяжело бороться с весом. Я постоянно борюсь с весом. Я за месяц могу набрать спокойно 12 килограмм, просто вот так пу. Я раздуюсь, как плюшка. Если я не буду следить за собой в этом отношении. Ну и, конечно, банальные там какие-то. Я думаю, мы тоже это. Прическа. Ну не так, чтобы вылизанно быть стильным, но тем не менее, там чуть-чуть причесаться, не лохматым быть. Там за лицом последить, чтобы не быть в угрях и так далее. Это просто гигиена. Нет ничего зазорного в том, чтобы мужчины следили за собой, я считаю. Александр, вам слово, пожалуйста. А про скулы свои говорить не будешь? Они у тебя на хранении. Так, в моем случае я все время смотрю в зеркало часами и такой, ну где же этот изъян? Ну появись. И вот когда мне знакомые подогнали... Оказывается, что ты слепой. И ты такой, да что ж такое? Где же этот изъян? Мне друзья подарили что-то за листья морд. Я хотел тебя ядом просто плюнуть за то, что ты такой красивый. Несправедливая жизнь. Я нашел. Нахрена? Нашел этот изъян. У меня глубоко посажены глаза и прослойка достаточно тонкая вот под глазами. Поэтому, когда ты выступаешь на сцене, когда ты читаешь, либо когда ты встаешь с утра, ты можешь реально выглядеть, как зомби. Представляете, как ему тяжело. Вы вот люди на другой стороне не понимаете. Дедков, посмотри сюда. Я не буду ничего говорить. Можем закончить, пожалуйста? Нет шансов у человека выйти на улицу. Кошмар. Кошмар. Вызови такси. В действительности для артиста, когда ты просыпаешься с такими полосками, либо ты на сцене, это выглядит абсолютно неэстетично относительно моего образа. Трунг Фейтс. Я должен быть красавчиком и такой сильное визуальное нарушение. Это сейчас свет сверху светит. Типа посвети снизу и меня разлюбит вся моя аудитория. Поэтому я собираюсь вырвать глаза всем им. Всем людям, кто смотрит на меня снизу. Чтобы они не видели. Понял, да? Кто снизу смотрит, я сразу. Поэтому я не фанат минета, да? А ты на ходулях еще будешь выходить? Я за базар отвечаю. Я пытался найти, что нужно сделать. Оказывается, это достаточно простая операция, которая каждые полгода делает. Тебе закачивается какая-то дичь в глаза. По-моему, это твой же жир. Поэтому это легко достаточно устранить. И ты будешь симпатюлькой. Мамкиным. Один у меня загон, и все. А в остальном согласен. В форме себя надо держать. Если ты... В принципе, это твои какие-то, твоя инициатива. Я... Сложно представить эстетически. Хотя нет, артиста можно представить полного, да? Ты спокойно. Наоборот, это бывает, добавляет какого-то шарма и харизма. Ну да. Скорее, это вот в моем случае относительно образа. Мне нужно быть спортивным, красивым, поэтому приходится. Ты всегда был таким. Ты не испытывал сложности с весом. Типа ты говоришь, мне вот надо. Ты, по сути, полгода можешь не заниматься, потом отжаться от пола, и у тебя опять памп вот такой бум. Вот о чем я и говорю, лицемерная тварь сидит. Мне потом нужно позаниматься месяца два. Держать себя в форме. Месяца два позаниматься, потом два года опять пуихинать. Убого, похоже, большие планы на меня. Я должен... Убого согласен. Полностью. Убого быть жирным. Так что... О-о-о! Слышали это! Это только ему. Слышали это! Чуваки, я бы за такое... Я бы за такое... Ему сказал. Я бы такое вообще не прощал на самом деле. Кулик, Кулик, если ты видишь... То ты красавчик. А ты что, хочешь сказать ему? Или повторить мои слова? Потому что нет своего мнения. Ты можешь говорить все, что ты хочешь. Потому что я тряпка. Меня отталкивает фейковая внешность. Хотя я не скажу, что я сильно оценивающе сейчас смотрю на девушек, потому что у меня есть одна единственная моя, на которую я большую часть времени смотрю. И когда ты так часто смотришь, уже присматриваешься. Не хочется что-то смотреть. Нету вот этого взгляда, поиска, оценки, вот такого присущего например с Сашей. Вообще девы, они считаются... Мы оба девы, у нас день рождения в один день разница. У меня 15, у него 14 сентября. И у нас есть какой-то карт-бланш на спокойствие в физическом плане. У нас, то есть, не двигатель внизу. У нас он скорее здесь и здесь. но когда ты один и у тебя есть наверное возможность... Вот, то есть, у меня тоже. Когда девушка появляется, это воплощение целомудрия. У меня пропадает, в принципе, какое-то патологическое желание смотреть на кого-либо. Ну, просто... Вообще нет. Удивительно. И на его примере, я так понимаю, даже спустя 7 лет... 7, да? Вы? Седьмой. Седьмой год. Не будет этого возникать желания, поэтому если я найду тебя, то будь уверен, ты не узнаешь, когда я сплю с другими. А, этого не произойдет, вернее. Смазал, да? И что? Губы сделаны еще окей, если аккуратно. Да. В меру, да все в меру, в принципе. Грудь... Что значит нет? В меру силикон добавить. В меру. В вагинальные губы. В вагинальные губы? Добавить в меру силикон. Не пробовал, но скажу тебе одно, что, допустим, женщина... Я хоть и писать не смеши, давай бесит. Допустим, после родов, да, что немножко грудь, ну, теряет форму, и ничего нет такого страшного, чтобы она, ну, сделала. Да просто у кого-то не устраивает это. Это же, опять же, дело каждого, но мы сейчас рассматриваем, как мы к этому относимся, и я считаю, что в меру... И вообще я узнал снова, ссори, в меру нормально, что есть грудь силиконовая, которая не... Неотличима. Неотличима, да. Потому что у меня, я как-то был с одной эскортницей, я не знал, что она эскортница, знаком, мы неделю, кстати, общались, и она все время пыталась меня склонить к сексу, я такой вижу, что от нее хотят только этого, я такой, нет, типа, этого не будет происходить. И для нее это был катарсис, такого не может быть. Оказывается, у нее там, она одна из топчиков, эскортниц, ее там практически все миллиардеры нашей страны знают лично. В лицо. Блин, с приставкой на как можно было каламбурить? Валить. Нет. Ладно. Я не успел придумать, поэтому уходим. И что? И вот у нее была ненатуральная грудь, и я тогда понял, насколько это непривлекательно для меня. Хотя у меня есть друг наш общий, у которого они вызывают эмоции. Ну, то есть, это все субъективно. В нашем же случае no. Different. Цвет зеленый. С***. Как вспомню. Блин, я такой позитивный чувак, меня практически... А я наоборот. Клянусь, я за эти лет пять испытывал реальный негатив раз, раза четыре. Я, наверное, поэтому вечным молодым должен остаться. Но, как я рассказывал, какие-то чрезвычайно тупые, тупой контент, но это не раздражение. Это какая-то другая форма, другая эмоция. Она, возможно, ее нет еще, не добавили в русский язык, у нас же. между раздражением и непониманием абсурда... Идет бритье от жилет. У нас интеграция? Да. Я так решил. Вот этот интервал, он же еще делится на какие-то пункты? Я думаю, что это просто усталость. Ну, это можно записать как усталость. Ну, в смысле, вот мы вчера были на мероприятии, да? И я бы не сказал это раздражение, не назвал это раздражением от того, что происходит, но я, мы оба очень сильно устали в конце, хотя мы даже не разговаривали ни с кем. И ничего не делали, мы сидели, курили кальян. Но вся эта атмосфера очень сильно давит в тебе вот это чувство. И я к этому виду. Да, может быть. Похоже на усталость, наверное, чем раздражение. Раздражение, зато я могу назвать. Я с недавних пор начал вести Google календарь, чтобы точно... Дело в том, что у нас энергия вырабатывается на конкретную задачу. Тебе нужно записать демку. То есть у тебя вот эта задача прописана, и ты идешь, это делаешь. Если у тебя, в принципе, весь день распланирован просто в голове, то тебе сложно понимать, что делать. Поэтому меня ужасно бесило и раздражало, я не успевал сделать, что обозначил. Причем не просто там какие-то задачи, то есть половину либо я четверть выполняю, и такой весь день просран. И окажется, что ты не успеваешь сделать то, для чего ты рожден. Убивать время впустую, вот что меня раздражает, и мне кажется, что это худшее, что может со мной происходить. Поэтому полиция, верните мои телефоны, мне нужно продолжать ввести Google календарь. У меня их изъяли, но я не буду рассказывать, почему. Мне сказали не разглашать. Потому что мы гангстеры. Пау-пау. Тру-ту-ту-ту-ту. Побобуча, побобуча. Пух-пух-пух. Бегите лучше. Три вещи. Значит, меня... Путин. Фрр. Фрр. Давайте заново. Это имитация кузнечиков. Они мурчат? Я не могу попить, сходить, пока ты тут придурываешься. Чего меня бесит? Меня бесит люди без чувства юмора. Они, да, опять же, ну, допустим, условно назовем эту эмоцию «бесит». Но навряд ли что, когда мы видим какого-то чувака, который не выкупает юмора, мы такие... Как бесит? Бесит это что-то ближе к ярости какой-то, наверное. Бесит. Меня бесит это. Ну, бесит меня. Но когда вот эта старуха садится на твое место, которое... Вот, да, да, ты едешь в маршрутке, а она говорит «Уступи ее место, мне 90 лет! У меня артринь!» И ты думаешь «Глаз, блин!» Че, автобусов мало, что ли? Зачем тебе костыль, если ты не можешь перемещаться? У тебя столько точек опоры! Не, наверное, такая эмоция это ближе, когда мизинцем ударяешься. Вот это реально. Мизинцем ударяешься об стену. Ну, навряд ли ты делаешь типа когда-то это больно. Нет, я прямо такой... я испытываю негодование. Ну, да, это негатив вкупе с какими-то отрицательными эмоциями и получаешь как раз... закончим на это. Нас ничего не бесит. Есть некая усталость к некоторым состояниям. Моментам. Моментам, да. Клеем. Есть такие. Их большинство. я же в среднем как я одну две песни в день пишу сейчас больше наверное для других мы сейчас когда начали с продюсерами работать там подтянулась большое количество блогеров всяких не миллионники не миллионники есть себе почти перестал песни писать раньше каждый вечер писал обычно мы будем делать бизнес будем делать бабки ну как у нас есть какая-то цель высшая которая оправдывает все это не хочется быть лицемерами до конца но есть цель залететь в чарты пойми и займите имя влияние какое-то потому что есть люди которые просто трещат что надо менять музыкальную индустрию и ничего не делают при этом делаю то что делали нифига надо залазить туда надо залазить с тем что принимается и прям по чуть-чуть начинать прикармливать людей какими-то более сложными композициями по чуть-чуть показывать что и так можно и так можно но при этом продолжать еще делать коммерцию потому что если ты сразу перепрыгнешь на другую музыку как бывало там с другими исполнителями многими они пропадают с радаров там фейс слетел вообще в другой жанр какой-то он поимел почет он поимел респект но уже как бы такого влияния он не оказывает ни на молодежь не ну не знаю короче это сложная тема для размышления но это единственный путь который возможен для творческих людей единственный вопрос который нас в тупик ставит потому что мы успели это обсудить в третьем классе вот все варианты давай тогда пояснять какие в основном более-менее банальные все хотят что невидимость летать супер силу что можно из этого сделать я вот до этого упоминал что было бы прикольно быть быть может все эти способности у него есть по идее как ну единственное что он не может камень поднять который создал ну то есть чего-то ему подходят и говорят вы всемогущие он говорит да а вы можете создать камень который не сможете поднять и он такой и зовет невского александра а не поднимает он наш небосвод держите если кто-то не в курсе александр невский ваш большой фанат позвони мне вот какого суперсила я бы выбрал я вот говорил недавно что было бы прикольно обладать не то чтобы супер силой есть суперсила читать мысли но это на самом деле не суперсила это проклятие особенно если ты не может это контролировать всегда слышать то о чем думают люди это во первых очень неприятно на самом деле кто бы что не хотел подумать это может вам испортить и жизнь и доверие к людям и вообще в принципе все убить человеческое у вас поэтому я бы хотел использовать такую суперсилу которая позволяла бы мне воздействовать на людей чтобы они открывались и говорили правду вот когда я этого хочу такая суперсила мне кажется в наше время очень полезной и применимой в любом принципе деле круто какую бы хотел суперсилу я по стенам бегать как наруто чтоб узумаки тараканы такие что так мы шиноби но пусть было бы неплохо чтобы во мне был строен я думаю суперспособность который в принципе в каком-то будущем может быть доступна у каких-нибудь лидеров государства да у тебя чип ты чек из человека и у него вся основная информация типа уровень юмора 72 из количества мастурбации в день там 5 до гу это прям братишка и то есть характеристика каких-то качеств которые тебе лень долго выяснять но только наверное скорее это поиск друга а у девушки просто типа девчонка девчонка 30 типов и такой ну наверно ну да жена последний все на что мне хватило здесь фантазия через десять лет я думаю я уже жрать хочу уже жрать хочу да через 10 лет я точно жрать буду ходить что у меня несколько проектов наверное несколько десятков я вижу себя как чувака который смог бы как минимум организовывать их вот хватит креатива чтобы придумать новые шоу новые проекты для наверное блин слова все позабывал удивительно зато какие амбиции формулировка я считаю это заслуживает аплодисментов у меня все время есть в голове такая цель что я смогу раскрыть много людей особенно те ком живет этот лучик творчества и только да ему выпорхнуть и они смогут показать всему миру таких людей дохренища один из примеров это мой друг который был бы для тина боксер я ему показал чуть-чуть что такое творчество и потом я приезжал несколько месяцев назад в волгоград и он сейчас едет служить по контракту он мне показывает треки которые он пишет на данный момент это бенгере которые достойны сейчас топа десяти это удивительно которым чуть-чуть ты даешь огня музыкального и таких людей не обязательно музыкального почти все на самом деле я считаю творчество интересно всем как бы вы это не отрицали как бы вы играли я не музыкальный или я там не люблю танцевать или музыку в принципе творчество это не музыка творчество она во всем и в работе и в геометрии в математике в любых науках творчество проявляется поэтому не спешите себя судить раньше времени творчество интересно всем и я буду вам помогать находить себя звоните 7 7 7 3 5 вы устали жить без творчества придите к нам в дом я покажу как надо жесткий флоу я через 10 часов в унисон мистер аксон разводит на бабки персон я через 10 лет если я не погибну от какого-нибудь несчастного случая сразу планку задаю настроение все таки да там пофиг ты кто вообще но это пока пока ребят когда-нибудь мы будем пересматривать это интервью стопа до и спрашивать все таки кто это был следующие рекордации будем пересматривать себя через 10 лет ну что скорее всего я буду продолжать гастратить для кого-нибудь продюсировать я думаю что я уйду в продюсирование через 10 лет но и продолжать творческий путь как артист тоже я бы хотел потому что есть много крутых примеров взрослых людей которые продолжают свой творческий путь и не останавливаются мне нравится алтон джон я обожаю его и как он выглядит сейчас и что он выдает какую харизму она еще даже наверное утраивается в виду опыта и что не я сразу согласен счете проблемы какие-то что ты здесь хочешь сделать пойдем выйдем может войдем мы можем выйти и поговорить как мужчина либо зайдем и поговорим как женщина давай среди рай я хочу я не знаю точно где это будет и как это будет я плыву по течению но цель ужасное что сочетание плыву по течению да она несет меня в этот океан который я выбрал брат она несет туда просто есть люди которые живут без целью надо понимать что жизнь это не то к чему вы придете жизнь это то когда вы идете к этому чему-то поэтому цель не так сильно важна ваш важен сам путь как говорил кто-то вот мистер лама да да давай наверное он блин мы столько верно оскорбительных сделали контекстных ошибок давай дисклеймер пустим что мы это что нам но не сытно что мы не хотим затрагивать никаких никого обижать это в контексте юмора все используется дорогие друзья вот если вы верующий человек у вас что-то оскорбила держи себя в руках то знаете что они чего было бы да очень хотелось обман ожидания сделать то знаете что мы очень любим вас и бога и бог любого и я бог не были это же статья . если ты будешь просто по течению то тогда у тебя как бы ты живешь то живешь безвкусно если у тебя есть . на карте которую ты будешь который ты идешь хотя бы какая-то ближайшая то вся жизнь у тебя не только наполнен людьми необходимыми так еще и принципе процесс ощущается как должное понимая что ты проживаешь а не ощущаешь жизнь как текучий какой-то процесс это в отношении того что она протекает мимо тебя а в отношении этого наверное сказано было как расслабиться и не сильно переживать из-за каких-то там допустим неудач или каких-то путей которые тебе предлагает судьба это не значит что не надо ничего делать потому что тот кто ничего не делается ему ничего и соответственно вселенная не предлагает если ты что-то делаешь вселенная всегда тебе подкидывает какие-то варианты я к тому что ты более спокойно относишься к каким-то своим наверное неудачам когда ты просто отпускаешь их и идешь дальше вот такое течение я представляю свою хорошо таком случае нет вопросов какие-то далеко не глобальные темы превращаются по моему мы затягиваем ребята вы мне сильно это тест опять от ребят к нам вломились недавно 6 утра нет нам не стоит нет мне прямо сказали что об этом нельзя говорить типа я подписал поэтому отлично отношусь это классно все овощи мы же музыканты нас нас не должно беспокоить там проблема населения какие-нибудь проблему геноцид какой-то ну что это славян бабушка не доедает где-то какая-то бывает наверно со всеми но только не с процветающими насколько она жрет если она уже не лезет не она не доедает был буквально стоит тарелка полная она остается вот столько на если шутки 6 половиной тысяч по десяткам разбить это целый мешок денег ну по сути мешками но пенсионеры платят мешками просто так что вообще претензии к бису к власти ну никакие вот именно дороги у нас прекрасные дворцы как раз в стране стоят то есть это достояние да такой нужно по стола там состоит просто поэтому мы любим свое государство да или его историю да и у нас есть свое мнение но мы его не скажем потому что мы согласны с государством и со своим мнением вот сейчас если мы засосались это был бы триумф примерно 10 и 9 числа два потрясающих бенгера от лесовского фиолетовый закат и конечно кэш при участии ксона гокса и джордж вечер он имеет ввиду марте ребят я сказал 10 9 числа заново заново но ты можешь дополнить 10 9 числа трек выходит представляешь да после моей подачи конечно на контрасте давай еще тогда больше 10 и 9 числа марта так диктор и так разговаривала марта почему ты назвал это имя это было кто фанат 10 10 9 числа марте выходят треки крутые классные треки танцевальные молодежные кайфушные деп-деп-деп треки вот если ты адекватный человек ты любишь страну ты любишь свою родину свою семью ты обязан как минимум подписаться вот послушать эти треки и скинуть член для если ты как бы ну человечный человек если ты плохой ты нам не нужен нам такие слушатели такие не нужны все чё хочешь врача позовите планируем возобновить даже я тебе забыл сказать у нас есть потрясающее шоу полностью основана на фристайле мы приглашаем звезд их задача просто понимать что происходит вбрасывает любые слова и мы превращаем это все поинтересное творчество у нас был первый опыт съемок мы это все отсняли теперь мы на своих ошибках поняли что нам необходимо какая команда основная это свет и звук и теперь мы с качеством поработаем над ошибками и с новыми звездами вернемся это будет предположительно в апреле саду ну перед летом бусин апрельно не лето его пригласим перед нелетом перед тем как он выпустит свое шоу да ну типа мы первые очень сложно давайте не будем это просто перед летом на шоу выйдет ужасно звучит да я без понятия не ужасно звучит перед летом перед летом его очень неграмотно перед летом да странно лексически как будто грязно вы ужасно перед летом перед летом давайте только это какая-то типа окраска температурная типа мой перед летом типа советую вам есть что это выкладывать через месяца два тогда рейтинг будет сейчас будет много денег средств и всего вложено в нас если это сейчас выйдет будет закладка делают нас помещают деньги на острова выкидывают нас потом там это загораешь пляж песочек массаж особенно массаж простой такой твоя лучше давай чуть-чуть здесь не нужно превращать давай сюда были ребята самое главное в жизни прожить достойно а у мы все понимаем что мы рекордируем от тела к телу для того чтобы набраться определенного опыта и идти к четвертой плотности вибрации мы живем сейчас познаем самые простые ощущения даже самый принцип любви нам непонятен и какие-то естественные механизмы мы даже со своим подсознанием не дружим и не можем смотреть только вот какой-то а еще говорить о сложном просто да мы на физическом уровне когда доступны какие-то другие возможности и спектра поэтому скорее нужно осознать себя в современных реальных туман иллюзий ход истории завязан в узел у за молодых осела в порошковых узах урчит мое лишь пузо души потресканные словно асфальт под ногами толкаясь между прохожими что живут по программе и возвращаясь домой под перекрестные взгляды туда где небо бездонна вечности звезды плеяды мой мир устал уже от безнадежных циников цепями скованных пленом среди брендов и ценников повышая градус метаясь кроханных клетках они съедят друг друга за декорации ветхий один против потока надежда ищет попутчиков вера греет сердце любовь где-то за тучами ливнями слез природа скажет пора тропой знакомых себе вязкий кнут и порвав я как детстве жадно вдохну морозную свежесть оставлю грязный мир оставлю это невежество пусть развеет свобода над сибирской тайгой время проснуться время возвращаться домой простить все это фристайл чисто что-то из души поляло хорошо все хорошо это пост рэперский синдром если кто-то не знает да таблетки взял мои таблетки чё кайфа не самая главная жизнь как chocolate шер говорил завещал кайфуйте кайфуйте только в угод не вот но не причиняя вред другим вот что могу сказать кайфуйте наслаждайтесь жизнью если вы никому при этом не мешайте делайте то что вам нравится нравится развиваться развивайтесь не нравится развиваться нравится дома сидеть сидите дома нравится путешествует путешествуйте нравится работа работаете нравится отношения будьте в отношении короче это ваша жизнь она очень быстро поэтому оглянуться не успеете лучше делайте то что нравится очень близко к этому практически солидарен до жизни получить удовольствие 3 и по-моему это главная наша задача но еще найти свой проект то что у тебя будет получаться лучше всего то что тебя отражает когда ты выполняешь эту работу и дунушу боже это охренительно найти себя и жить в кайф две простые казалось бы задачи и тогда ты будешь счастлив быть счастливым если так еще более кратко у нас в жизни вы это засняли ставь подписку смотри лайк пиши колокольчик